Добрый день, друзья! Это канал Диктатура о Законах. Говорим об актуальном, закредитованность нашего населения. Что нас ожидает в ближайшем будущем? Какой блок законодательных поправок? И как будут работать коллекторские агентства? Вообще, насколько я знаю, наш канал все время работает над деятельностью коллекторских агентств. Постоянно их пытается зарегулировать, ужесточить их деятельность. Ну, это наша общая и популярная проблема. И благодаря вам, благодаря распространению вот этих вот видео, нас слышит депутатский корпус. Так случилось и буквально месяц назад. 5 октября 2022 года был направлен депутатский запрос в агентство по регулированию финансового рынка. Буквально недавно пришел ответ. Вот мы его сегодня держим в руках. Вот он. И получается, я сейчас хочу донести коротко и информативно то, что ответило агентство по регулированию финансового рынка. Самое главное то, что агентство на основании наших с вами обращений провели проверку и разработали целый блок законодательных поправок, которые направлены на ужесточение деятельности коллекторских агентств. Итак, данные поправки предусматривают создание условий для добросовестной конкуренции, чтобы был введен запрет на аффилированность коллекторских агентств между собой, на заключение договоров о взыскании задолженности с аффилированной кредиторами. Так вот, о чем это говорит? Это говорит в открытым текстом, что мы уже все знаем, что у ТУО, которая выдает эти кредиты, есть собственное коллекторское агентство. И как бы они связываются договорами. На самом деле это выглядит примерно так. Вот в одном кабинете существует ТУО, зарегистрировано, они выдают деньги населению под какие-то бешеные проценты онлайн кредитования. Тут же кабинет напротив, там сидит коллекторское агентство, ихнее же коллекторское агентство, и занимаются досудебным взысканием всех этих задолженностей. И при этом они используют все блага, предусмотренные законом о коллекторской деятельности. Так вот, я не знаю, как они будут это отслеживать, но поправки призваны это все выявлять и делать конкретно запрет. А запрет, как мы знаем, он чреват отзывом лицензии. Ну, наверное, у нас немало таких примеров, когда один учредитель является и собственником компании, которая выдает кредиты, и также является учредителем компании, которая занимается коллекторской деятельностью. Вот, наверное, такие, вот хотя бы с такими, наверное, очевидными вещами призваны работать эти поправки. Следующее. Недопущение неправомерных действий коллекторских агентств и сокращение возможности для обхода коллекторскими агентствами законодательных ограничений путем введения запрета на заключение договоров о сотрудничестве с частными судебными исполнителями, совмещении деятельности руководителей и работников коллекторских агентств и других коллекторских агентств. Ну, в общем, смотрите, что, о чем здесь говорится. То есть, опять мы обнажаем здесь проблему или ситуацию проблемную, когда у нас у коллекторского агентства есть, опять же, собственные частные судебные исполнители. И они, как бы, завязаны юридическими договорами. То есть, коллекторское агентство нанимает судебных исполнителей по договору. Очевидно, что там платятся какие-то деньги, какие-то проценты. Может быть, в обход вот этого нормативного постановления их сетки правомерного исполнительной санкции. Ну, что говорить. Сейчас, получается, эти поправки не будут допускать вот такие действия. То есть, они сокращают эти возможности, чтобы коллекторские агентства не обходили эти законы. И вообще, наверное, им запретят сотрудничать с частным судебным исполнителем. Хотя я тоже не понимаю, как это делать. Все судебные исполнители работают на основании договоров. И, ну, как коллекторские агентства будут в этом ограничены, конечно, непонятно. Но, наверное, все они будут мониторить, смотреть, видимо, на вал, на объем, на предмет, на количество взысканных, сумм. И вообще, наверное, будут немножко мониторить именно счета, переводы этих денег. Если там выявится, что частные судебные исполнители получают сверх положенного. И еще хуже, являются подконтрольными этих организаций. То этот частный судебный исполнитель уже не частный судебный исполнитель. А он уже целый работник коллекторского агентства. И тут уже можно ставить вопрос, что коллекторское агентство использует лицензию частного судебного исполнителя. И как использует? Он использует не только лицензию частного судебного исполнителя. Он использует базу частного судебного исполнителя. А это уже он посягается на квази-государственный сектор, потому что база судебного исполнителя принадлежит государству, и она секретна для служебного пользования, и это очень страшно, если коллекторские агентства получают доступ к персональным данным наших всех граждан. И у нас, кстати, прокуратура как-то боролась с такими вещами, но это все не было доведено до логического завершения, насколько мне известно. Поэтому вот мы это видим, депутаты это все озвучивают, и я думаю, что генеральная прокуратура должна проснуться и как бы это все следить и доводить до логического завершения. Дальше не буду на этом останавливаться, можно сделать как бы отдельный ролик, там как бы очень много интересного. Дальше. Они не допускают совмещения деятельности руководителей и работников коллекторских агентств, других коллекторских агентств. Ох ты, это о чем говорит? Это говорит о том, что оказывается у нас один руководитель может быть в одном коллекторском агентстве, и этот же человек может быть руководителем в другом коллекторском агентстве. А может быть он еще и в третьем, пятом и десятом, то есть у нас один руководитель может быть в десятках коллекторских агентств. Вот это уже говорит о том, что эти коллекторские агентства намеренно плодятся, может быть во избежание налоговых каких-то там издержек, потому что если они превышают доход, то там надо будет платить больше денег. Не хотят как бы грубо говоря выходить на НДС, а может быть они их настолько как бы рассосредотачивают, чтобы как бы охватить большой объем кредитного портфеля, а может быть еще какие-то для этого существуют как бы цели. Поэтому эти поправки не допускают совмещения руководителей, работников коллекторских агентств, другими коллекторскими агентствами и так далее. То есть если ты являешься работником одного коллекторского агентства, будь добр работать только в этом коллекторском агентстве. Следующее. Ужесточение квалификационных требований в части деловой репутации руководящих работников коллекторских агентств. Но это самое главное. Наверное мы все помним ту историю, когда у нас коллекторские агентства там матюкались в телефон, там оскорбляли до седьмого колена и так далее. И это все еще было связано, что там не было достаточной квалификации у руководителя коллекторского агентства. Это все, вот как говорят же, да, рыбы гниют с головы. Вот то же самое было и в коллекторском агентстве. Если у руководителя там такой сапожник, то что ожидать от его работников? Они тоже так же будут оскорблять людей налево и направо. Вот. Следующее. И поправки предусматривают расширение перечня оснований для исключения коллекторской агентства из реестра. Ну это как бы понятно, да. Основание нужно расширять и ужесточать. Потому что три страйка, мне кажется, слишком много в течение года. То есть мы даем возможность любому коллекторскому агентству оправиться, поработать, сделать работу над ошибкой и быть еще хитрее просто. И все. А что, в итоге народ страдает. Поэтому здесь как бы надо очень жестко подходить. Чего их жалеть-то? Их-то капец как много. На каждого, наверное, уже скоро заемщика будет одно коллекторское агентство. Так. Следующее. То есть поправки предусматривают, что проблемные кредиты, доля проблемных кредитов будет продаваться на уровне не более 20% от всех микрокредитов. То есть это что получается? Что микрокредитная организация способна в будущем продать проблемные займы не более 20% из всех заемщиков. Ну, как бы это такой оптимистический прогноз, как раньше говорили в эпоху коронавируса. Ну, не знаю, насколько это повлияет и кто это будет отслеживать. Ну, как бы с одной стороны, как бы хорошо. То есть они хотят половину, ну, большую часть, наверное, этих вот проблемных займах забрать, ну, или не давать коллекторским агентствам, чтобы они, может быть, и не наглели, и, может быть, не жирели. Ну, время покажет. Самое главное, эти поправки, они предусматривают, что для очистки рынка коллекторских услуг от недобросовестных участников планируется повышение размера уставного капитала коллекторских агентств в два раза с 50 миллионов до 100 миллионов тенге к 1 июлю 2023 года. То есть со следующего года коллекторское агентство способно вести свою деятельность, имея уставной капитал только 100 миллионов тенге. На текущую дату это составляет 50 миллионов тенге. Ну, как бы оно и хорошо. То есть работать должны только авторитетные, способные, богатые, нормальные предприниматели, которые, как бы, да, не работают с какой-то мелочью. Вот. Для очистки рынка планируется поэтапное увеличение минимального размера собственного капитала микрофинансовой организации со 100 миллионов тенге до 200 миллионов тенге. О, и это тоже, как бы, да, в этом направлении работа проводится. То есть микрофинансовые организации теперь не будут регистрироваться с уставным капиталом 100 миллионов тенге, а будут уже 200 миллионов тенге. То есть потихоньку мы повышаем вот эту вот планку, этот уровень. С одной стороны тоже хорошо, потому что у нас чем, как бы, больше объем уставного капитала у, как бы, организации, тем больше ее, как бы, привлекательность. И они более, наверное, цивилизованнее и содержат критерии такие, вот, как бы, современного ведения бизнеса. То есть менеджмент нормально настроен, хорошие сотрудники, вежливые сотрудники, хорошие инструменты, там, база и так далее. В общем, материально-техническая база, это тоже, как бы, определенный показатель для микрофинансовой организации. Мы не хотим брать деньги в какой-то забегаловке, в каком-то углу, в переходе, там, на вокзале и так далее. Организация должна быть нормальная, адекватная, чистая, опрятная, хорошая, вежливая и с хорошим сервисом. Ну, там и, в принципе, из-за закона пахнет, по крайней мере. Ну, и в заключении, что хотел бы сказать, у нас получается важная новость. Совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается отмена законодательной нормы по выдаче онлайн микрокредитов до 50 МРП, то есть на 45 дней. Как мы уже до этого говорили, у нас в микрофинансовой организации, когда выдают займ до 45 дней с объемом не больше 149 тысяч тенге, ну, не помню, 50 МРП, запомните тут. Если они выдают не больше 50 МРП займ на срок не более 45 дней, то они там могут устанавливать какой угодно процент. Ход 1000%, ход 2000%, ход 3000% вознаграждения там годовых. И даже непонятно, что за этот процент. Они просто фигачат каждый день какой-то процент и каждый раз какие-то, ну, как бы, новые формулы. Вот, поэтому и это, как бы, предусмотрено, не предусмотрено, а допускается законом о микрофинансовой деятельности. И мы вот сколько об этом говорили, сколько писали господину Терентьеву в агентство, что это неправильно, зачем мы тогда вообще эти ограничения придумали, если они для банка, как бы, работают, а для микрофинансовой организации не работают, то кто это пролоббировал и так далее, и так далее, и так далее. Вот, сейчас пришел ответ, что этому будет положен конец. В дальнейшем микрофинансовой организации будут выдаваться стандартные микрокредиты по единой годовой эффективной ставке 56%. Ну, вот, это уже, как бы, нормально, серьезный разговор. Все должны работать честно, адекватно и с соблюдением закона. Все, что мы, как бы, да, к чему мы вообще стремимся, это к тому, чтобы все работали более-менее прозрачно и хорошо, самое главное, по закону. Закон же, целые депутаты пишут, экспертизу проходят, они же не зря это все придумали. Поэтому, понятное дело, бывают какие-то моменты, когда что-то проскакивает, и потом в итоге страдаем мы, да, наш простой народ, закредитованное население и так далее. Так вот, самое главное, пусть даже не сразу, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому это, как бы, так вот, немножко успокаивает и дает какие-то надежды, что все у нас, вроде бы, как бы получится. Вот, кроме того, для защиты прав заемщиков физических лиц прорабатывается введение на законодательном уровне запрета на переуступку проблемной задолженности физических лиц по беззалоговым потребительским кредитам коллекторским агентствам. Ну, конечно, в это мало верится. При таких обстоятельствах вообще коллекторские агентства должны, как бы, заглохнуть, потому что им вообще запретят передавать проблемные задолженности. Проблемные задолженности. Ну, может быть, на законодательном уровне какой-то запрет прорабатывается, если это беззалоговые потребительские кредиты. Ну, может быть, только в этом фишка, что залоговые будут передаваться коллекторским агентствам, пусть как бы работают, да. Есть над чем подумать, есть какие-то варианты для решения этих вопросов, потому что займ обеспечен залогом. А беззалоговые, ну, что, там, понятное дело, что у человека ничего нет, да, он в залог ничего не ставил, что его кошмарить. В принципе, там есть и другие, да, способы взыскания этой задолженности, поэтому там коллекторские агентства точно не нужны. Вот, может быть, это с этим как бы связано. Но, что по итогу? Я вам коротко рассказал про то, что нас ожидает в ближайшем будущем. Я это все освещаю, потому что все это написано на бумаге, и мы все теперь знаем, над чем нужно работать нашему доблестному парламенту, нижней палате, мажористу, ну, и в будущем сенату. Распространять это видео, интернет ничего не забывает, комментируйте это видео. Всех вас буду ждать в комментариях под этим видео. Надолго не прощаемся, следим за этой ситуацией. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok